Здравствуйте, мои дорогие! С вами Елена Максимова и сегодня я вам предлагаю сделать вот такие замечательные нарциссы. Для изготовления нарциссов нам понадобится фетр трех цветов. Для серединки темно-оранжевый, для лепесточков белый либо желтый и зеленый для листиков. Еще нам нужна будет проволока флористическая, попрочнее и тоненькая для бисера 0,4 мм и конечно же клеевой пистолет. Еще нам понадобятся тычинки на проволоке и шаблон. Ссылочку на шаблон я оставлю в описании под этим видео. При работе с фетром удобнее всего зафиксировать при помощи булавок шаблон к фетру. Таким образом у вас не останется следов на фетре от ручки или от маркера. И опираясь на собственный опыт, скажу вам, что так вырезать гораздо удобнее. Нам нужно вырезать два шаблона лепестков. По такому же принципу вырезаем серединку. Вот что у нас сейчас должно быть уже подготовлено. При помощи клеевого пистолета нам нужно соединить края серединки в кольцо. Нанесите тонкую полоску клея на одну сторону и наложите на противоположную. Затем плотно прижмите пальцами, чтобы клей впитался в фетр. Тогда место склеивания будет наименее заметным. Теперь эту трубочку нужно собрать по нижней ровной части. Я делаю это при помощи стежков вперед иголка. Прошиваем по всему периметру, близко к краю, мелкими стежками. Затем стягиваем и фиксируем нитку, делая пару узелочков. Расправляем серединку пальцем и займемся тычинками. Берем флористическую проволоку и тычинки на проволоке. Сгибаем тычинки посредине и при помощи длинногубцев загибаем один конец проволоки. Соединяем между собой тычинки и флористическую проволоку и хорошенечко плоскогубцами закрепляем. Для надежности место соединения тычинок и флористической проволоки я фиксирую клеем. И пока клей не успел остыть, вдеваю тычинки в серединку из фетра. Откладываем в сторону серединку и займемся лепестками. Сейчас отмерим три кусочка бисерной проволоки, равные длине стебля. В центре заготовки для лепестков делаем при помощи шила отверстие. Теперь вставляем в отверстие одну проволочку. Наша задача сейчас вклеить эту проволочку в середину лепестка. Уберите лепесток в сторону, чтобы его не запачкать и нанесите небольшое количество клея на проволоку. Введите проволоку в носик пистолета и тогда на проволоке будет необходимое количество клея. Теперь приложите проволоку к центру лепестка и соедините края лепестка между собой, прижимая в том месте, где проволока. В результате лепесток должен склеиться в середине, а проволоки не должно быть видно. Точно так же нам нужно приклеить еще две проволоки к двум оставшимся лепесткам. Может показаться, что это сложно, но на самом деле нет. Теперь в отверстие этих лепестков нужно вставить серединку с тычинками. Нанести клей на основание серединки и вклеить серединку в первый ряд лепестков. Теперь берем вторую заготовку для лепесточков и точно так же делаем отверстие в середине при помощи шила. Аккуратно обматываем тонкую проволоку вокруг проволоки потолще и нанизываем лепестки на стебель. Подклеиваем лепесточки в шахматном порядке относительно первого слоя. И вот цветочек у нас уже готов. Благодаря проволоке, которую мы вклеивали в первый ряд лепестков, мы можем сформировать эти лепестки. Я думаю, что можно обойтись и без проволоки в лепестках, но тогда цветок будет плосковатым. Теперь берем проволоку, равную примерно двум длинам стебля, и скручиваем ее между собой, немного уплотняя. Для листочка отрезаем две полоски фетра примерно 1,5 см. И теперь наша задача соединить эти две полоски между собой при помощи клеевого пистолета и вклеить между слоями фетра проволоку. Делать все надо очень быстро, чтобы клей не успел застыть. И вот так небольшими кусочками соединяем между собой фетр, вклеивая проволоку. Очень плотно прижимайте все пальчиками, ничего страшного, если клей где-то выйдет за пределы фетра. Теперь вам нужно хорошенько проверить, все ли края между собой склеились. Если нет, то промазать их клеем и склеить. Хорошо смазывайте пустоты и плотно прижимайте пальчиками. Не переживайте, если клей выйдет за пределы фетра, мы лишнее срежем. И после того, как клей застыл, можно срезать лишний фетр, формируя лист. У нарцисса в листочке это просто тонкая полоска с закругленным концом. Вот и мы с вами при помощи ножниц придаем именно такую форму. Коротенький листик делаем точно так же и берем проволоки столько же, сколько и для длинного. Теперь нам осталось обмотать стебель тейп-лентой и в процессе обмотки стебля примотать листики. Сначала фиксируем тот листочек, который покороче, а потом чуть ниже нужно зафиксировать листик, который подлиннее. Сначала мы листочек несколько раз обматываем у основания, чтобы он плотно прилегал к стеблю, а затем под углом располагая тейп-ленту обматываем стебель до конца. Тейп-лента имеет липкость, поэтому она хорошо крепится к проволоке и сама к себе. При обмотке тейп-лентой важно создавать некое натяжение, но так, чтобы ее не порвать. И тогда стебель будет плотно обмотан и тейп-лента никуда не денется. Вот так быстро можно создать красивые яркие весенние цветы нарциссы из фетра. Я надеюсь, что вам понравился этот видеоурок. Если это так, нажимайте палец вверх, оставляйте свои комментарии. Возможно, вы хотите еще какие-то цветы увидеть из фетра на моем канале. Мне понравилось их делать, поэтому, возможно, будет еще парочка мастер-классов на эту тему на моем канале. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч в новых видео. Всем пока-пока!